Светлый вечер на радио Вера продолжается еще раз. Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края. В первой части программы вы упомянули, произнесли эту фразу «послушание выше поста и молитва». Фраза, которую часто повторяют, при этом источник ее, как мне кажется, насколько я знаю, не установлен. Преподобный Серафим, по-моему. Ну вот, я много слышал разных изысканий, и так и не могу до конца точно понять, куда это восходит, но повторяют часто. И тут же возникает некий такой контртезис, что сказал Христос, что сей рот изгоняется постом и молитвой. Христос сказал в Евангелии. И это было обрешено ко всем, и про прослушание здесь не сказано. Получается, что некое предание как бы переворачивает слова Спасителя. Вот что вы об этом думаете? Где здесь правильное отношение к самому этому вопросу послушания? Я думаю, тут не переворачивание, я думаю, здесь больше дополнение. Мы же с вами понимаем, что такое послушание. Это проявление кротости и смирения. А Господь нам и так же в Иоаннском чтении говорит, что я есть путь, свет и истинная жизнь. И Он всей своей именно земной жизнью показал эту кротость, смирение и, я бы сказал, наверное, даже безответную любовь сначала. Ведь мы видим это уже по воскресению Христа, что даже тогда апостолы, уже являясь как Господь ему по своему воскресению, всё равно даже не понимали, не признавали, как ни удивительно. Но, тем не менее, вот этот пример, он дополняет. Потому что, ну вот, не помню у кого, ну, когда вот беседа с каким-то святым, говорит, вот я, говорит, пришёл, или к старцу пришёл, ну, не могу сейчас точно сказать, но вот помню, где-то читал, приходит юноша, говорит, я, говорит, пощусь, ничего не ем. Он говорит, это замечательно, что ты постишься, немножко смиряется тело, но кушать нужно. Этим ты, Лукавый, не победишь. Он вообще не ест. Говорит, я вообще почти не сплю, молитвой нахожусь. Говорит, молитва – это хорошо, это беседа с Богом, Богородице, с тыми. Он говорит, ну, спать нужно, потому что Лукавый не спит, этим ты его не победишь. Вот если ты будешь кроток сердцем и жизнью свою, и добр к людям, то вот этим ты победишь. Потому что это мерзко перед лицем Лукавым, но радостно перед лицем Божьим. Поэтому это всё-таки, я думаю, дополнение, чем как-то изменение. Конечно, пост и молитва – это два крыла, которые нас возносят ко Господу. Потому что одно где-то для смирения тела, а другое, не могу сказать, для смирения. Что такое, по сути, смирение – это вот благоговение такое определённое духовное. Вот. Ну, всё для Господа. А когда ты с Богом, всё остальное уже – это второстепенно. Я вот честно вам признаюсь, я не религиозный фанатик, я этого вообще не приемлю, потому что надо смотреть, в первую очередь, в душу, а не там штаны, там ещё что-то. Потому что она сейчас пришла в штанах, а завтра она останется душой с Богом. В этом храме, там, твоей прихожанкой, да и, может быть, в другом, не суть важна даже, в каком. Главное, что с Богом. А если мы смотрим, даже вот, знаете, я сейчас вспомнил слова апостола Павла, говорит, он, то есть Христос, пришёл, чтобы мы стали исполнителем Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Вот поэтому, наверное, вот возвращаясь к вопросу о посте и молитве, вот и ради духа. Ради духа, а не буквы. А у меня вот такой вопрос. Вы, получается, сын священника. И, казалось бы, у вас на роду написано тоже стать священником. Нет, ну, бывают, конечно, исключения, но очень часто ведь сын священника тоже становится священником. Удалось ли вам избежать некой, ну, может быть, не очень подходящее слово, но некой инерции в этом вопросе? Что, ну, папа священник, ну, а мне куда идти? Тоже буду священником. Вы рассказали вот это потрясающе совершенно, не знаю, истории или случаи, это всё не подходит. Озарение, я не знаю, встреча с Богом, когда вы думали, рукополагаться ли вам, или идти в семинарию, или не идти, и пошли к причастию. И Господь вот так вас одарил совершенно невероятно, что не поддаётся никаким словам, никаким описаниям. Вы это восприняли как знак того, что вам надо становиться пастырем? Или вы не связали это? Знаете, я из любви, глубокого уважения к своему и почтению к своему отцу, я всегда становился тем, кем он был. Ну, допустим, был он директором какого-нибудь завода, я хотел стать таким же директором такого же завода. Когда он там в правительство пришёл, в министерство, я хотел стать одним, ну, он замминистра был, я хотел как, ну, там, или зам, или даже министром. То есть для меня его авторитет очень всегда велик был. Но вот когда он пришёл в храм, я ещё не понимал, что вот это всё, это конечная точка. Для меня, честно вам признаюсь, это была как очередная работа папы, потому что он зачастую там 2-3 года и какую-то он там менял, там, или должность, или ещё что-то, или его приводили, да, когда я его спрашиваю, там, где твоя родина? Я не знаю, Россия, потому что Саврополь, Краснодар, Москва, там, переезды постоянные, Владикавказ, вот. И вот когда он пришёл в храм, мне комфортно, так душевно было, что я подумал, наверное, если папа сменит работу, я, наверное, всё-таки хотел бы здесь остаться. Но это вот такое, знаете, вот первичное ощущение храма, первичное ощущение вот значимости этого места. Я вам скажу, что у меня есть старший брат, и ему первым предлагалось, папа предлагал, не хочешь ли, вот, пойти? Он, ну, я более в мягкой форме скажу, более дипломатично, он сказал, папа, я лучше был хорошим прихожанином, чем не совсем хорошим священником. И он не пошёл. Мне также спрашивалось, хочешь или не хочешь, я говорю, папа, ну, другого для своей души ничего лучше не вижу, ну, рано или поздно, скорее всего, пойду. Потому что надо было мне как-то семью хоть как-то на ножки поставить, потому что мы переехали с Орженикиза, с Владикавказа сегодняшнего, на Кубаника, родителя, мамы, которым нужно было досматривать. То есть, ну, вот, частично, скажут, исполнить заповедь чти отца и матери твою, и будь благодолголетием будешь на земле. Но ведь мы практически недопонимаем эту заповедь долголетия. Это не то, что ты долго проживёшь, там, до пенсии. Долголетие – это, по сути, немножко о другом речь, чего сейчас у многих, и чем дальше больше нету. Долголетие – это вот увидеть деточек, внуков, правнуков, вот чем долголетие. А если ты не сеешь эти семена относительно старшего поколения, относительно, там, родителей, там, бабушек, дедушек, своих родителей, какое у тебя долголетие будет? И вам нужно было время, чтобы поднять семью и какое-то время ухаживать за бабушкой и дедушкой? Да, это года два было где-то, да. А потом я узнал, что в Краснодаре уже открыли семинарию, первый курс набрали, и я супруге сказал, я тогда на телевидении работал, и думаю, а что меня держит? Я везде, где не работал, это вот благодарю людей, начальников тех работ, где я работал. Мы всегда договаривались, что вот я работаю без выходных, без перерывов, мне это не надо, но у меня одно только условие. И мы прямо это прописывали в трудовом договоре. Когда праздничное или воскресное богослужение, вы отпускаете меня на литургию. Вот конкретно вот на эти три часа, всё. Я всегда был на службе, когда моей душе нужно было это. Вопросов не возникало. И потом уже я понял, что вот здесь рядом, это не Колыма куда-то ехать, это буквально там от меня до Краснодара два с половиной часа езды. И я поехал. Конечно, я понимал, что дети, в этом поддержали родители, финансово поддержали, потому что я учился, не работал в семье как-то. Хотя, боженька милостив, он мне и в семинарии дал потрудиться. Я учился и работал на посуде, посудомойкой при семинарии. Но я это никогда не забуду, это такие боли в спине, потому что я очень высокий, а она глубокая раковина, промышленная. И это просто, это смирение надо было, конечно, ради семьи. Отец Константин, а Вы не боялись быть тем священником, о котором Ваш брат сказал, что лучше быть хорошим прихожанином, чем плохим священником? Переживания были. Ну, Вы знаете, худший пример тоже пример. И у меня перед глазами, ну, косвенно, скажем так, я лично знал этого молодого священника, который по большому счёту, ну, очень слаб, скажем так, был на тот маме как священник. И мне, знаете, вот этот худший пример, священников-то плохих-то не бывает, слава Богу, бывают иногда ленивые, но вот этот пример мне, знаете, как стимулировал. То есть, ну, если он может, так я тем паче смогу. Ну, и смог, пока, если там людям рассуждать и говорить, хороший или плохой священник, а не мне, это, наверное, не совсем достойно. Ну, вот для меня в том числе этот как успокаивающий определённый момент был, потому что я переживал, оправдаю ли я какие-то чаяния, ожидания своего папы, буду ли я радивый, нерадивый пред Господом. Конечно, переживания были, потому что нельзя Божие делать с пренебрежением. Это просто галочка, а за галочку перед Богом ответить придётся. Священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Часто, когда мы разговариваем с священниками об их семьях, уже вот о матушке и детях, возникает тема уже следующего поколения детей священников. И множатся истории, когда сын говорит папе, ну, уже будучи там в подростковом, например, возрасте, что я бы, может, и хотел бы теоретически быть священником, как ты, но я тебя вообще дома не видел. Я не хочу, чтобы мои дети также не видели меня. И, с одной стороны, понятно, что эта ситуация, возможно, в семье не только священника, любого человека, который много работает, но всё-таки священник в этом смысле ещё более не свободен. У него ответственность не только перед начальником, а перед огромным количеством людей, которые на него рассчитывают и которые без него не могут. Вот насколько вы эту проблему для себя видите? Я думаю, что у вас дети ещё не такого возраста, но однажды вопрос встанет. Если поэтапно, скажем так, отвечать на ваш вопрос, сегодня моему сыну 12 лет, и когда его задавал этот вопрос, ему буквально в прошлом году он вообще никак ещё не реагировал. У него, знаете, такой вот, ну, он больше такой пока к маме был, и у него желание было быть или охранником, или сторожем, где работает мама. Ну, только защищать маму. Вот уже в этом году, год спустя, может быть, это как-то вот секция каратес, боли он возмужал, может быть, возраст. Сейчас уже немножко, по чуть-чуть меняется. Но ещё я скажу, не скажу, что он, да, папа, я там пойду по твоим стопам, ещё нет. Начали вопросы появляться, а зачем им не надо, а для чего это, то есть уже поиск пошёл. Но я ему честно говорю, сынок, если в плане денег, не будет денег, будут добрые люди, которые тебя поддержат, если ты будешь достойным священником, они тебя в любой ситуации выручат. Вот, если ты им покажешь пасторскую любовь, вот ты видишь по факту, что вот твоего папы не бывает дома, два раза в неделю я приезжаю, потому что служу я в одном месте, а дом в другом районе. То есть я езжу два раза в неделю, дома бываю, и ты должен понимать, что это вот будет служение Богу и людям, а потом уже семье, там, супруге твоим, деткам. Вот это надо сразу. То есть, знаете, вот если можно так выразиться, я мягко не стелю, чтобы он понимал, что это будет тернистый путь, богоугодный. А не для чего, там, ты пришел, там, для какой-то копейки, и ты копейка, чем дальше, тем ее становится меньше и меньше. И он должен это понимать, потому что хотим мы того или не хотим, сегодняшняя молодежь, в первую очередь, думает, а что я с этого поймею, что я заработаю. Чтобы он понимал, что ценность будет совершенно в другом, и богатство будет более духовное, чем финансовое. Ну, уже пошли вопросы. Я ни в коем случае не настаивать не буду, не как-то давить, чтобы он пошел по моим стопам. Это однозначно будет его выбор. Я аккуратно буду предлагать, а он уже как захочет. Ну, мне, наверное, хотелось бы, с одной стороны, как минимум, даже это вот так вот, если можно так выразить, красиво звучит, священник в третьем поколении, там, какая-то духовная преемственность. Знаете, это вот, когда смотришь на святых, да, у праведных зачастую людей святые рождались. То есть, вот, как мы видим, добрый плод, добрый плод, вернее, доброе древо добрый плод дало. Вот так и здесь. Вот вы сказали, что священник служит Богу и людям, а потом уже своей семье. С одной стороны, я понимаю, о чём вы говорите, с другой стороны, мы часто в этой студии обсуждаем это как проблему, как проблему, которую священнику нужно решать. Она есть. Я как был отцом, так и есть. Любой звонок, любой, просто я влечу, чтобы быть рядом, вот, мгновенно. По московским меркам-то я недалеко служу. Это где-то, может быть, ну, полчаса езды. Но когда ты понимаешь, какие у тебя финансовые возможности, ты просто не наездишься. Хочешь что-то, ты просто не наездишься. Поэтому приходится там с жильё снимать недорогое и вот ездить. Это очень болезненно для души, я вам честно признаюсь, потому что не хватает детей. Вот я, когда приезжаю домой, для меня дети как кислород. Я ими питаюсь, я понимаю, что я им отец в этот момент. Бывает, конечно, приходится ругать, там, двоечки, всё это понятно, это житейское. Но вот чисто по-человечески детей как кислорода не хватает. Были вопросы переехать, ну, просто есть уже горький опыт, когда я в самом Ейске служил, даже уже стал готовить к продаже дом, чтобы продать там и поехать в Ейске купить. И буквально только я какие-то вот подготовки сделал, и мне приходит указ переезда. То есть я бы сейчас ещё дальше бы ездил, не там полчаса, а час тридцать бы я ездил до Ейска с места того, где я служу. И я понял, что, ну, вот я не знаю завтрашнего дня, и дёргать их, когда они сейчас стабильно, супруга работает, дети в прямом смысле слова в школе за поворотом учатся, то есть всё стабильно. Ну, вот смысл их дёргать. Ну, дёргну, завтра меня опять куда-то переведут. Ну, я понимаю, что у неё для супруги это тоже определённый как бы подвиг, крестоношение, но я как-то всё-таки стараюсь их больше поберечь. Батюшка, простите за такой вопрос, а насколько это правильно, по Вашим ощущениям? Смотря как, с какой стороны смотреть. Если с Божьей, то правильно, как такое смиренное служение Богу с пониманием, куда ты и зачем пришёл. Если по-человечески неправильно, потому что ты женился, и человек, выходя за тебя замуж, он хотел видеть тебя каждодневно рядом. Это, знаете, как, если процитировать апостола Павла, «аще оженился, печёшься, как угодите жене». То есть, ну, если по-русски, «женился», «угождай жене», «аще не оженился, печёшься, как угодите Богу». Ну, это, наверное, в большей степени монашествующие, когда они полностью свою жизнь посвящают. Вот у меня где-то вот получается такая середина. Вроде бы и не монах, но больше к Богу. Вроде бы белое духовенство, но и не сильно с семьёй. А Вы считаете, что это необходимо противопоставлять? Вот, либо к Богу, либо к жене? Это обязательно такая вот оппозиция? — Тут в любом случае анализировать надо. Каждую, по сути, минуту надо анализировать, как ты живёшь, чем ты дышишь, к чему ты стремишься, какова конечная цель, постоянно надо анализировать. Если ты только тормозися, ты начинаешь деградировать. Есть чёткие слова у Бога. Кто возлюбит больше меня, отца, матерь, сына, дочь, можно сюда дополнить, супругу, то не достоин меня. То есть, вот случай, который я рассказал, вот этой любви Божьей, которая меня коснулась, я ведь тут понимал конкретный момент, что моя семья будет счастлива и в заботе о любви Божьей. И всё будет с ними хорошо. Поэтому я понимаю, что чем больше я угождаю Богу, тем лучше для, как минимум, спасения души в моей семье. Однозначно. Просто ты по-человечески немножко становишься вот таким вот, ну не могу сказать несчастным, но однозначно у тебя диссонанс. На одной чаше весов это Бог и люди, служение им, на другой стороны семья. Это, да, иногда приводит такой духовный дискомфорт, но ты его восполняешь. Когда приезжаешь домой, ты его восполняешь не в той мере, которой хотелось бы, но восполняешь. То есть это всегда весы для священника? Ну так, если честно посудить. Либо у тебя близкие доверительные отношения с женой, вы постоянно общаетесь, и вы на одной волне, либо ты служишь Богу и уже ведёшь более монашествующий образ жизни внутри себя, в своём сердце. То есть всё равно надо выбирать, получается, даже белому священнику. Выбирать в любом случае. В любом случае выбирать приходится, потому что изначально ты понимаешь, куда ты пошёл. Если ты не понял, куда ты пришёл, я вот честно скажу, развернись иди в другую сторону. Потому что служить для себя, а не для Бога, это уже фарисейство. У меня был один момент, когда я вот, знаете, как ступор такой, я думаю, вот знаете, у каждого священника такой приходит момент, а правильно ли я сделал, что пришёл в это духовенство и тому подобное. Меня в этом плане всегда папа поддерживал. Я из семинарии несколько раз хотел уйти. Ну, это просто, знаете, даже морально тяжело. Постоянно закрытое заведение, режим. То есть это нагрузка большая. Даже у нас один соборовец со мной поступил. Ну, вы знаете, кто говорит, спецовые такие войска. И вот он, проучившись две недели, сказал, нет, ребята, я лучше по горам, в полной амуниции буду бегать, этих перевозчиков наркоты, говорит, отстреливать. Ну, говорит, я здесь просто с ума сойду. Я, говорит, не выдержу здесь. Это сто процентов. И он ушёл. Вот это было честно. Спасибо огромное за честность и искренность этого разговора. Священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской в Краснодарском крае, это Ейская и Тимашевская епархия, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания. Всего хорошего. Спасибо большое. Светлый вечер. На радио «Вера». Редактор субтитров А.Семкин